Ты же у меня хороший парень. Умничка Рекс. Держи, держи. Я держу, держи. Держи, Рекс. Держу. Рекс, Рекс. Держу, я держу тебя. Рекс, держу. Рекс, это у меня унитурно. В Нижнем городе трудовой доблести Тагилия, в частном секторе, прошла спасательная операция из цикла... Чё-то я закрутился. По извлечению из петли кавказца. Ну, имеется в виду сторожевая овчарка по имени Рекс. Сколько времени этот пёс сидел на цепи, не сообщается, но всё это время. Он бегал из будки к забору и обратно, а металлическая цепь при этом закручивалась, закручивалась. И вот вчера вечером цепь стала настолько короткой, что Рекс не смог выбраться из своей конуры и сам распутать цепь не смог. Пришлось хозяйке вызывать тагильских спасателей. Кто тебя так запутал? Что? Хорошо. Слава закрутиться. Стой. Операция по спасению Рекса прошла довольно-таки быстро. Пока хозяйка держала осторожно злую собаку голыми руками, спасатель перекусил одно металлическое звено, отсоединил псину от цепи и стал её разматывать. Ну, имеется в виду цепь. И посмотрите, друзья, как там всё было нафиговерчено. Вот иной раз проводные наушники или новогоднюю гирлянду заколебёсить распутывать. А тут собаке неразумной предлагалось вот эти вот все хитросплетения самостоятельно раскрутить. Хомо-сапиенсный спасатель с этой задачей легко справился. Присоединил Рекса к одному концу распрямлённой цепи. Ну и после этого спасателям нужно было успеть добежать до ворот, пока Рекс не отдуплил, что он снова относительно свободен, что цепь стала значительно длиннее. Ну, в общем, пока он снова не ощутил себя сторожевым псом. Ну и, как говорится, лучше быть сторожевым, чем молодо-мёртвым.